Давайте мы откроем Деяние, третью главу, с первого стиха. Одна из любимых историй. Вообще люблю истории из Библии, потому что, знаете, они живые, они действенные. И когда ты в них пребываешь, тебе уже не хочется просто сидеть, а тебе хочется что-то делать и делать радикально, не останавливаясь, идя вперед. С первого стиха, 3.1, очень хорошо запоминается, легко. Деяние. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Они, оказывается, ходили в храм в какое-то определенное время для молитвы. И это для нас хороший пример. Знаете, чтобы не впасть в депрессию, не впасть в какое-то разочарование, не расстроиться, потому что у них тоже было нелегкое время тогда, и на них было гонение. Многим не нравилось то, что они исцеляли больных, они проповедовали Евангелие, и их постоянно хотели то убить, то в тюрьму посадить, то еще что-то. Знаете, нелегкое было время. Мы думаем, что у нас нелегкое время. У них тоже было нелегкое время. Но они занимались делом Божьим. Аминь. И был человек хромой от чрева матери, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милостыню у входящих в храм. Хромой от чрева матери. Ну знаете, ну как считаешь и представляешь, ну хромой, да, себе там хромой человек. Но просто хромого человека не носили бы к храму, чтобы он просил милостыню. Он бы сам мог доходить, если бы он просто хромал. Значит, там было нечто большее, если его пригодилось носить людям, чтобы он там просил милостыню. И второй момент. Каждый человек, он должен быть полезным. Даже хромого, которого носили, приносил какой-то доход домой. Он там сидел и что-то делал. Он не был бездельником. Он не был просто, знаете, тем, кто ел свой хлеб. Он что-то делал и приносил какую-то пользу в свой дом. Это еще один момент, на который нужно обратить внимание. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Ну мы, естественно, мысли хромого не можем прочитать, но он сто процентов что-то хотел от них получить, да? У него же была цель, почему его туда принесли. И у него было, естественно, желание что-то получить. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарянина. Царянина, встань и ходи. Серебра и золота не имеем. Знаете, мы часто расстраиваемся, что, может быть, нам хотелось бы больше финансового преуспевания или еще чего-то. Но пусть это вас не расстраивает. У вас есть больше. У вас есть всегда что-то больше. Вы можете подойти к любому человеку и поднять его. Не важно, какой он болеет болезнью. Потому что вы дети Божьи. Вы помазанники, да? Они просто шли в храм молиться. Попался человек на пути возле храма. Они взяли ему, сказали, встань и ходи. Молодцы. Взял его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храме, ходя и скача и хваля Бога. Слушай, я не знаю, делал ли кто-нибудь до него так в храме? Ну, там же народ был благочинный. Там же все, наверное, строго и четко в храм приходили помолиться Богу. А этот человек вскочив, встал, начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля Бога. Вы представляете эту картину? Храм, тишина, спокойствие. И тут какой-то человек заходит и начинает скакать. Скакать, прыгать, благодарить Бога. Ну, знаете, сложно представить. Вот зайдите сейчас в православный храм, скача, хваля Бога, и крича там что-то. Но мы не задумываемся о том, что происходило. Человек получил чудо. И он проявил просто благодарность Господу тем, чем он мог проявить. Он долго не ходил, он долго не скакал, он долго не прыгал. И он проявил всем своим естеством свою благодарность. Поэтому нам нужно быть благодарными Господу и делать что-то, то, чего мы до этого не делали. Поэтому это так здорово, что этот человек не просто, там, знаете, получил исцеление, зашифровался. Он пошел и показал всем, что он получил исцеление от Бога. Аллилуйя! Но дело-то было не в апостолах, да? Дело-то было не в них. Они сами об этом сказали. «И весь народ, видя его, ходящего и хвалящего Бога, и узнали его, что это был человек, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса от случившегося с ним. А также он не отходил от Петра и Иоанна и бежал к ним. И в изумлении весь народ... Очень интересно. Он не отходил от них, получив свое исцеление. Это просто удивительно. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь этому? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что вы, что он ходит? Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата. Они сказали, не нашей силой, не нашим благочестием, но именем Господа Иисуса Христа это сделали. Поэтому не в вас вообще дело, а в том, в кого вы верите, в том, кого вы людям говорите, о ком вы говорите, что вы говорите. Поэтому наша сила в Нем, в Его имени, в Его силе, в Его славе, которую Он хочет проявлять сейчас и здесь, в это время. Аминь. И слава Ему, драгоценному нашему Господу. Поэтому, когда мы идем, просто не проходите мимо тех, кого вы видите, что страдает человек. Подойдите и помолитесь. Подойдите и во имя Иисуса Христа скажите, подымайся и будь здоров. Серебра и золота, может, у меня нету, но у меня для тебя есть радостная новость. Вставай и ходи. Выходи с этой больницы и будь здоров во имя Иисуса Христа. Это радостная новость для нас. Это воля Божья для нас, чтобы мы сегодня были здоровы. И скакали, и прыгали, и хвалили нашего Господа. Поэтому, если кто-то смотрит нас и не понимает, почему мы здесь радуемся, да мы радуемся потому, что у нас есть Господь. Не потому, что сегодня война, а потому, что мы знаем, что с нами Бог, который нам поможет пройти это сложное время, который поможет нам выйти из нашей болезни, который проведет нас и не оставит нас, чтобы мы умерли, но даст нам силу и все необходимое, чтобы мы встали и шли дальше. Аминь. Слава нашему Господу. И я хочу зачитать коротенькое свидетельство. Очень короткое, чтобы не отнимать много времени, но оно очень интересное. Слава Богу за ваше служение, пастыра и вашей команде и церкви. Год назад был рак яичника на последней стадии. С верой приняли ваши молитвы исцеления. Сейчас исцелена во имя Иисуса Христа. Рак последней стадии. Сегодня человек исцелен во имя Иисуса Христа. Не потому, что мы молились, а потому, что Иисус Христос силен исцелять сегодня каждого. Рак последней стадии. Знаете, с таким диагнозом уже выписывают домой и предупреждают родственников, чтобы готовили деревянную квартирку, чтобы отправить куда-то человека. Но наш Господь говорит, ты будешь жить и возвещать дела Господни. Аминь. Слава Господу.